В любом случае, доброго времени суток, уважаемые друзья. Студия телевидения Медиа-центра Ульяновского госуниверситета опять принимает гостей. И сегодня гость у нас легендарный, гость, которого можно представлять долго, а одновременно вообще не представлять, потому что его знает вся страна. Это Фёдор Владимирович Емельяненко, легендарный спортсмен, боец, которого считают непобедимым, несмотря на то, что за вами числятся три победы, но как писали все спортивные обозреватели, это были не победы, это поражения. Точнее, это были не поражения, это были своего рода победы. Итак, Фёдор Владимирович Емельяненко, сегодня гость Ульяновской, гость Ульянского государственного университета. Фёдор Владимирович, у меня к вам есть несколько вопросов, при этом, вы знаете, они меня интересуют, наверное, в такой же степени, как и аудиторию. Когда вы становитесь человеком знаменитым по-настоящему, а уж тем более знаменитым в спорте, за этим лежит чудовищная работа. Вот был такой момент в вашей жизни, когда вы поняли, что надо идти все выше, выше и выше, и вот что вам для этого понадобилось? Потому что дорога-то, конечно, тяжелая и страшная, туда, на вершину спортивного Олимпа. Наверное, нет, Олег Робертович, у меня не было такого, чтобы я понял, что мне нужно идти выше и выше и выше. Все шло постепенно, все шло поступательно. Когда я был ребенком, мне хотелось стать чемпионом города. Когда был постарше и стал чемпионом города, мне хотелось стать чемпионом области. Ну и так далее, и все постепенно. То есть, а так, чтобы... Были моменты, когда я понимал, что я могу. Могу участвовать, могу биться, могу давать результат. Слава Богу, все это осуществилось. Я так понимаю, что все-таки основной ваш спортивный путь прошел в Прайде. Вот в этой мощной ассоциации бойцов смешанного стиля. Хотя, насколько я понимаю, вы прошли и через Иринка, и через ВАМА. Но по вашим же отзывам, вот именно Прайд стал для вас таким пробирным камнем. А вот почему именно Прайд? Можете сказать об этом? Да, наверное, такое признание пришло в Прайде. Потому что Прайд на тот момент была организацией номер один в мире. И все лучшие бойцы были именно в Прайде. И мне удалось... Мне не то, что удалось, а осуществилось выступать именно с лучшими бойцами на тот момент. Поэтому... То есть вы сразу в какой-то звездный пуп попали, да? Не то, что звездный. Я был на тот момент чемпионом Ринкса. Это более легкая версия. Там была она более мягчая, более спортивная такая. Не более спортивная, а более мягчая. Более мягкая. И став чемпионом, мне предложили выступление в Прайде. И сразу, скажем так, кинули в самое пекло. В самую такую мясорубку. Ну да, это Антонио Родрегона Гейра, да, вот эти вот страшные бойцы Фукзи. Ну, не страшные, но один из лучших. С этим, с таким образом. Ну, вот хотя с другой стороны, Гарри Гульч, хулиган. Я не знаю, там, наркотики, да, хулиганское поведение. Насчет наркотиков не знаю. Ну, поговаривали об этом в прессе, во всяком случае писали, что баловался чем-то не очень популярным. Напористый, злой. Вот бой 2003 года, я его с удовольствием посмотрел. Как вы справились с хулиганом? Что за этим интересно было? Да, Гарри Гудович на тот момент был одним из лучших бойцов, наверное. Один из самых известных. И он победил Олега Токтарова. Причем победил так жестко. И у Олега был тяжелый нокаут. И это был один из первых моих боев. Не один из первых, он четвертый или пятый бой в Прайде. Но, слава Богу, скажем так, мы подготовились моей командой. И произошел такой натиск с моей стороны. Атака, которую Гарри не смог, скажем, подавить. Ну, вы, по сути дела, отправили его в технический нокаут. В течение минуты, да, удалось победить. А вот тоже известный спортсмен, полицейский... Мирко Крогович. Мирко Филиппович, да. Коп, вот у него такое прозвище. Славный спортсмен, очень сильный, насколько я понимаю, с мощным и страшным коронным ударом, высоким ногой. Вот с ним вы поступили достаточно интересно. Я понимаю, как тяжело уходить от высоких ударов ногами. Они опасны, да, потому что там одно попадание можно... И все-таки вы ему навязали свою манеру. Вот это умение навязывать свою манеру, это особая категория, или просто это ваше короткое удушение? Вы знаете, я никогда не привязывался к определенной тактике введения боя. Я всегда старался передумать своего оппонента и посмотреть, что он может мне предложить. Что я смогу ему навязать и что он может мне предложить в ответ. И так, то есть это шахматы, это обоюдная работа. Голова? Прежде всего, прежде всего голова. Так времени-то нет. Ну, в том-то и дело, что надо принимать быстрые молниеносные решения. И этим отличаются бойцы высокого стиля, когда мысль сразу переходит в действие. Мне... Я рад, что выступал с Мирко. Это один из лучших, наверное, бойцов. И на тот момент, конечно, он звенел, скажем так. Он нокаутировал всех, кто выходил с ним биться. И вот у нас был такой... Как он сказал, не бой, а битва. Да, бой был бескомпромиссный. Как Мирко сказал, потом был... Ну, да, это была битва. Действительно, был интересный, захватывающий бой. Противостояние такое. Слава Богу, удалось победить. Кстати, он недавно бился, но не понимаю, зачем он сейчас, конечно, выходит. Это замечательный боец. У него огромная история, конечно. Он всегда, все равно останется одним из самых титулованных и, наверное, самых интересных бойцов. Но на сегодняшний день это, конечно, не тот Мирко, который был раньше. Это, наверное, и 10% нет от того... Высококлассного, нет той формы, в которой он находился тогда. То есть в спорте надо вовремя уйти? Я бы сказал, наверное, да. Если вы, я не знаю, не хотите... Я думаю, что за тобой стоит не только ты, и твои личные амбиции какие-то, и твои личные цели или нужды. А это уже уровень страны. Потому что когда мы с ним бились, здесь было противостояние. Хорваты... 70 человек хорватов приехало поболеть за Мирко. И настолько он смог убедить своих соотечественников. Это была прямая трансляция на Балканы. Это была прямая трансляция в Японии, Балканы. И действительно было во время боя, я не знаю, наверное, воздух звенел, когда мы бились. То есть был накал максимальный. Но степень по-3-му очень высока, надо сказать, да. Согласен с вами. Здесь уже, скажем, противостояние. Я уже сказал, противостояние, наверное, двух... Не то, чтобы государство, а явное противостояние уже не двух бойцов. А двух символов. Двух символов страны, да. В какой-то степени. Хорошо. Я заканчиваю с боевой частью. Но заканчивая последним вопросом, вот этот вопрос, он меня искренне волнует. У вас был бой с корейским спортсменом Хон Манчой. Человеком просто гигантским. Насколько я посмотрел по характеристикам, он сантиметров на 60, там, 50 ваз выше, но килограмм на 60-70 ваз был тяжелее. Потому что это было визуально даже заметно. Вот если нам сейчас режиссер покажет вот самый финал боя... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Кроме того, у человека есть, ну, не знаю, внутреннее ощущение, ну, там, опасность. чего-то да ну все равно же это особенного бойца вот когда такая громадная махина мужской машина идет на вас и вы понимаете а побеждать надо мне один замечательный боец приблизительно в такой ситуации попавший ну там он уши ромава шигере закончил бой довольно жестко и тоже последнюю секунду он не стал одеваться мне было некуда я говорю а как он будет надеваться было некуда он меня убил вот такая мотивация вот вы что в этот момент испытывали борясь с человеком превосходящим вас физически там по силе не знаем по массе своей помните это ощущение наверное не у меня не было такого на тот момент уже для меня отошли габариты то есть я не смотрел на габариты я смотрел на мастерство то что он умеет в ринге а габариты это наверное для ребенка или для человека который не выступал я все-таки мне приходилось выступать с бойцами разного разных комплекций и в какой-то момент все это отходит на задний план единственное я помню что на пресс-конференции когда мы были это происходило перед боем за один или за два когда мы стали рядом в стойку его рука оказалась рядом с моей головой боковым зрением увидел что понимаю что его кулак как раз чтобы него нельзя попадать поэтому включал максимум максимум своего знания умения то есть это своего рода шахматная партия я всегда говорил что не должно быть бестолковых таких глупых боев должно быть любой да и любой жизненной ситуации всегда каждое действие должно быть продумано а здесь для меня важнее передумать соперника не перебить его не снести вас каким-то не идти в обмен ударов не биться так чья голова крепче именно переиграть минимум стараться не пропустить самому не носить без ущерба себе надо вести поединок на победу на абсолютно правы когда сказали что в наиболее знаковых поединках вы становитесь не столько бойцом сколько символом страны вот вспоминаем двенадцатый год я не имею для себя я имею конечно не себя лично бойца высочайшего уровня то есть который действительно символизирует в этот момент страну с вами так получилось вы достигли того что знаете я считаю что любой спортсмен выходящий выступающий за сборную страны уже является символом своей страны уже является героем своей страны любой кто отобрался на чемпионате россии то есть лучшие спортсмены выезжающие представляющие сборной страны и должны помнить и понимать что они уже не просто рядовой спортсмен вы уже представляете не не только свой город или регион вы представляете свою родину ты отвечаешь уже не только за себя и за свои медали а уже перешел в другой разряд ну хорошо вот именно про это вы знаете вот мы сегодня в кризисное время живем так вот бог нам дал живем во время перемен боремся по мере возможности но тем не менее образование в кризисе там здравоохранение в кризис экономикой сами знаете достаточно сложный мировой экономический кризис спорт в том числе вот я не специалист в этой области но обращаясь к людям понимающим в спорте я увидел одну проблему разорвалась нить преемственности между спортом дворовым вот там где мальчишки приходят чему угодно спортом массовым когда мы не растим чемпионов а просто создаем условия для проявления этого чемпионства и спортом высоким куда уходит действительно самые талантливые как вы считаете сегодня проблема в спорте в этом или может быть в чем-то другом может быть я смотрю однобоком я бы не сказал что у нас нет детского спорта есть у нас детский спорт и ребята и дети занимающиеся и бегущей секции и тренера которые болеют живут этим любят свою работу готовы и за не то чтобы ночами не спать но отдающие полностью душу своему делу другое дело нам мне так кажется что пытаются создать такое отношение или навязать скажу некую видим есть не до некую видимость я бы не сказал что у нас такой кризис если так посмотреть мы все время живем в кризисе поэтому слава богу мы не голодаем слава богу войны нет и и каждый может приносить пользу своему и государству и своим ближним выполняя эту работу которая максимально хорошо эту работу на которую его поставил господь еще раз повторюсь что я знаю замечательных тренеров в своем городе в регионе и в россии которые полностью отдается себя на детский спорт на воспитание чемпионов на воспитание молодого поколения ну и в завершении нашей беседы вопрос который вообще невозможно обойти вот уже какое-то время больше года вы из активного спорта ушли об этом вы говорили неоднократно ушли все-таки потому что семья позвала или вот по той причине о чем мы говорили надо вовремя уйти ну вы где-то говорили что больше наверное и то и другое и наверно все все факторы все все сработало вместе это прежде свои собственные чувства что пора уходить она зрела не один год первые мысли появились уже давно но тогда они были как мысли что когда-то придется все равно уходить на завершение карьер я тоже почувствовал что род деятельности принципе я закончил выступать и где-то полтора года назад но по-прежнему остался спорте спорт это моё спорт я люблю я по-прежнему спорте но немножко другой стороны а вот с какой стороны это мой самый последний вопрос уйти из спорта нельзя тут вы правы вы навсегда останетесь в нем ваша роль чем вы будете заниматься в ближайшее время может быть какой то есть у вас уже год уже год я являюсь советником министра спорта виталий леонтьевич мутко и мой скажем отдел это и единоборство все вопросы которые возникают федерацией я стараюсь им помочь решить по возможности решить те вопросы которые возникают то есть или если я не могу своими усилиями значит это решает уже министр спорта и плюс я еще являюсь президентом федерации россии мама а союза мм а россии развиваю наборство развиваю смешно боевое единоборство езжу с мастер-классами рассказываю показываю остаюсь передать все что я весь могу весь свой багаж весь свой опыт тренером ребятам ведущим спортсменам также встречаясь с молодежью общаюсь но стараюсь все что я умею все что я знаю все свои взгляды я стараюсь передать молодому поколению ну что ж спасибо вам огромное за то что нашли время посетили нашу студию я напоминаю с нашей студии был сегодня легендарный боец как емельяненко мы поговорили о его биографии мы поговорили о планах очень рады вашему визиту всего вам доброго желаем ваших успехов в исполнении всех ваших и и и и